Добрый день! Более 90% литовцев проголосовали за вступление в Европейский Союз. И этот выбор изменил не только вашу страну, но и всю Европу. Ведь с вашим вступлением наш Союз вернулся к своим корням. Ваша история сопротивления сделала литовскую нацию уникальной. Уникальной в своей любви к свободе, в своей поддержке других, свободолюбивых народов и в своем неприятии любых форм принуждения. С тех пор, как вы вступили, вы напомнили нам, чем всегда был европейский проект. Это путь нашего совместного развития молодых и старых демократий. Поэтому День Европы посвящен вам. В Вильнюсе к Дню Европы пройдут праздничные мероприятия. Лишь на сегодня переименовали одну из улиц столицы. Улица Вильняус временно стала улицей Европы. Жителей также ждет концерт, а потом кинотеатр под открытым небом. Там покажут фильм поколения ЕС режиссера Белицкаса. А после этого будет прямая трансляция второго полуфинала конкурса Евровидения. Подробнее об этом всем читайте на нашем сайте. Этим временем в Москве на параде в честь Дня Победы 9 мая Путин заявил о риске глобального конфликта и что якобы Россия, которая вторглась в соседнюю Украину, пытается это предотвратить. При этом несколько дней назад Россия еще и объявила о проведении учений с тактическим ядерным вооружением по поручению Путина. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Отметить 9 мая собрались и на Антакльнисском кладбище в Вильнюсе. Люди возлагали цветы, звучала русская музыка и поэзия. На том месте, где прежде стоял мемориал советским воинам, поставили свечи, устроили композиции из цветов, возложили венки и фотографии погибших на войне. На кладбище дежурят сотрудники службы общественной безопасности. Березка, лесом, кузнежца, старинные вальсы России. Он так и погиб, не сумев до конца негодить вальса России. Ирщен тем с юнем жмонем, с русом, с латером, с эстом, с французом, с висим, с висим. Послы Евросоюза накануне договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. Это решение поприветствовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что закупка на эти деньги оружия сделает Украину и всю Европу более безопасным местом. Ранее страны Большой Семерки, Евросоюз и Австралия в ответ на вторжение России в Украину заморозили около 260 миллиардов евроактивов российских центральных банков. Большая часть средств хранится в европейском депозитарии Евроклер в Бельгии, пишет немецкая волна. И по данным Евроклер за первый квартал этого года около 160 миллиардов евро замороженных активов принесли чистую прибыль в размере 557 миллионов евро. Президент США Джо Байден пригрозил, что может остановить поставки оружия Израилю, если начнется наземная военная операция на юге сектора Газа. В интервью СНН он сказал дословно далее. «Я четко дал понять, если израильтяне войдут в Рафах, чего они еще не сделали, то я не буду поставлять им оружие, которое они исторически использовали для таких операций», сказал американский президент. Речь о бомбах и артиллерии. А при остановке отправки некоторого вооружения сказал и министр обороны Ллойд Остин, это решение раскритиковали республиканские сенаторы. Итак, мы собираемся продолжать делать все необходимое для того, чтобы у Израиля были средства для самообороны. Но при этом мы сейчас пересматриваем некоторые ближайшие поставки помощи в области безопасности в контексте разворачивающихся событий в Рафахе. Так вы согласны с паузой? И я имею в виду, что с вами консультировались, и вы согласны с паузой, господин министр? Мы не приняли никаких решений. Мы взяли паузу, пересматривая некоторые виды помощи в области безопасности, которые мы оказываем. В Литве сегодня третий и последний день досрочного голосования на выборах президента и референдума о двойном гражданстве. Завершится оно в 20 часов. По данным главы сберкома, за первые два дня досрочного голосования в общей сложности проголосовало более 91 тысячи избирателей, а это почти 4% от общего числа избирателей. Напомню, голосовать можно во всех 60 муниципалитетах, независимо от того, где они декларировали свое место жительства. Напомню, что главный день выборов состоится в это воскресенье 12 мая. Мэр Вильнюса Бенкунска заявил, что горожане могли быть лучше информированы об учениях по введению комендантского часа в столице. Так он прокомментировал результаты военных учений, которые проходили на этой неделе в столице и в Каунасе. По его словам, муниципалитет собирался отправить дополнительное предупредительное сообщение жителям районов, в которых проходили учения. Однако национальный центр управления кризисами отказался от этой идеи, опасаясь паники. Вместо этого паника возникла среди населения, потому что не было надлежащего информирования, подчеркнул мэр. Потребность в более активной коммуникации отметили и министр обороны Лаурей Наскащуна с главком армии Литвы Вальдемара Срубщис. В китайском Шанхае прошел тандемный забег для собак и их хозяев. По пути участники преодолевали дорожные препятствия, передает рейтер. Основатель компании Let's Dog, которая ежемесячно проводит такие собачьи гонки и собирает более 100 участников, Чен Йи говорит, что последние годы мероприятия для домашних животных становятся все более там популярными. На этом у меня все. Передаю слово Диме. Спасибо большое, Анжела. Наших зрителей, которые присоединяются к этому эфиру, я попросил поставить лайки для того, чтобы нас становилось еще больше. Не забывайте подписываться на канал, если впервые у нас. Я вижу по комментариям, что есть новые зрители. Ну и чат также работает. А с нами на связи сегодня, как обычно, по четвергам советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Здравствуйте, Михаил. Михаил, хотелось бы начать с, наверное, оперативного комментария по сегодняшним новостям, а потом уже более-таки глобальные и далеко идущие новости обсудим. В частности, поговорим про сегодняшние и вчерашние даты. Ну, что я имею в виду по сегодняшним новостям? Это, прежде всего, увольнение министра по восстановлению Украины Кубракова, отставка министра аграрной политики Сольского и смена командующего сил спецопераций вместо Лупынчука назначен Трипак. И все это вот одним днем идет. Хотелось бы вот ваши оперативные комментарии по этим отставкам получить. Президент неоднократно говорил о том, что война, она длинная и требует постоянного улучшения качества управления тех или иных, ну, в данном случае мы говорим о сельскохозяйственной отрасли и более глобальной инфраструктурной отрасли. И, соответственно, президент анонсировал, что будут периодически вноситься изменения, исходя из необходимости где-то улучшить качество управления оперативного. Поэтому, соответственно, парламент голосует, парламент работает и вносятся соответствующие кадровые предложения. Есть определенные успехи на целом ряде направлений. Например, если мы говорим о сельском хозяйстве, помним, да, о существовании альтернативного зернового коридора, к непосредственному функционированию которого имеют отношение и господин Кубраков, и господин Сольский. Но, тем не менее, на этом этапе нужно уже более объемно работать в других направлениях. Например, что касается министра инфраструктуры, то это, конечно же, проблемы, скажем так, более качественного обеспечения защиты критической инфраструктуры. То есть туда нужно более глубоко заходить и, соответственно, вносить какие-то изменения, чтобы Россия наносит сегодня абсолютно точно удары по критической инфраструктуре, пытается все разрушить, имеется в виду и гидро, и теплогенерацию, и так далее. Что касается господина Сольского, там были определенные претензии правоохранительных органов к его работе, адвокатской работе задолго до того, как он стал министром, и, соответственно, как принято в демократических государствах, ну, на момент проведения следственных действий, вот, он будет в отставке. Ну, да, это что, да. Что касается военных изменений, ну, то есть изменений военного руководства, опять же, постоянно ищутся решения для того, чтобы получать более, скажем так, качественный, опять же, управленческий потенциал. Ну, мы же понимаем, да, произошла смена команды, имеется в виду, команда господина Залужного закончила работу, сейчас работает команда господина Сырского, и она, кстати, в этой команде гораздо больше интегративности с точки зрения, что на те или иные позиции выходят генералы, имеющие, ну, или, там, генералы, имеющие конкретный боевой опыт, да, ну, то есть те, которые находятся год-два на линии фронта и непосредственно понимают, с каким врагом имеют дело, не только теоретически, но и практически, и, соответственно, могут добавить, что ли, вот этой функциональности, присущей конкретно этой войне в работу того или иной, в данном случае, сил специальных операций. Еще одна новость, она уже не сегодняшняя, но была на этой неделе, издание The Independent писало о том, что Россия больше не использует Крымский мост для перевозки оружия, за три месяца, по-моему, там, состав, да, железнодорожный один раз только передвигался, в связи с этим у меня такой вопрос, приоритет удара по Крымскому мосту в связи с этой новостью остается, то есть Крымский мост в приоритете? Безусловно, ну, честно говоря, для меня всегда загадочно, когда редакции, находящиеся в тысячах километрах от линии фронта, от реального понимания оперативной обстановки, точно говорят, что где происходит, это странно иногда выглядит. На мой взгляд, все, что касается комментирования поставок, логистики, в том числе вражеской логистики, вражеских поставок, наверное, лучше должны комментировать Главное управление разведки и Министерство обороны Украины, ну, или там, Служба безопасности Украины и так далее. Ну, что касается приоритетности ударов, нужно разрушать всю логистику, мы уже неоднократно и у вас в эфире это обсуждали, логистика, которая находится и на оккупированных территориях, и в том числе транспортные соединения, которые оккупированные территории связывают с российской территорией. Крымский мост наряду с большими десантными кораблями использовался для снабжения Южного фронта, да, ну, то есть все, что там происходит. Сейчас Россия пытается построить, спешно построить дорогу с Ростовской области через Донецко-Запорожскую область, соединив, опять же, с полуостровом Крым. И то, и то нужно уничтожать, всю логистику, еще раз подчеркиваю, нужно уничтожать, потому что война высокой интенсивности требует больших объемов поставок. Ну, и не забываем, что вот этот незаконный мост, который называется Крымский, он является определенным символическим элементом, да, который будет означать, что Россия все больше и больше терпит сакральные, скажем так, да, еще с сарказмом говорю, они же любят эти слова, сакральные поражения, в том числе, связанные с уничтожением вот этих символов оккупации, символов захвата, символов уничтожения других народов. Ну, и теперь к запланированным моим вопросам и темам. Дело в том, что вчера был день памяти и победы над нацизмом, 8 мая, и по этому случаю Зеленский достаточно сильное, на мой взгляд, обращение записал, где он, в частности, сказал, что мир проспал возрождение нацизма, нацизм возродился с маркировкой «Сделано в России». Нацизм возродился, Михаил, но завладел ли он умами россиян? Завладел, потому что, давайте будем объективны, я понимаю, что не всегда хочется смотреть на объективные вещи, да, безусловно, в России есть люди, которые совершенно современные, совершенно четко понимают, где добро, где зло, но, к сожалению, это всегда маленький процент, если мы говорим о русском мире. Проблема не в том, что нацизм зародился, а он и не умирал, на самом деле. Вот это внутреннее российское, русскомирское черносотенство, оно всегда подпитывало фашизм как таковой. Напомним, да, вот не произошло полного, полноценного покаяния после Второй мировой войны. Ведь Россия долгое время, ну или Советский Союз, давайте шире, долгое время являлся автором того, что делала Германия, да, то есть 1939 год, помним, да, то есть кто снабжал нацистскую Германию там сырьем, опять же, кто обучал немецких будущих, скажем так, героев, я сейчас с сарказмом опять же говорю, героев Второй мировой войны, обучал военных училищ, все это делала Советская Россия, Советский Союз как таковой. И кто атаковал Польшу, мы помним, да, с вами 1939 год, кто, в принципе, планировал разделение Европы, и кто потом, по итогу, к сожалению, по итогу войны не понес наказания за вот этот этап в своей истории. И, соответственно, Россия затаилась тогда. Более того, после распада Советского Союза Россия затаила большую обиду на то, что она перестала быть такой глобальной державой и долгое время получала там, как они считали, подачки от цивилизованного мира. И сейчас они культивируют реваншизм. Так как Российская Федерация всегда построена на насилии, ненависти, убийстве на внутренней территории, всегда построена на поиске врага, на построении системы лагерей, на построении гулагов для того, чтобы перемалывать, опять же, внутренних оппонентов. И Россия не может существовать вне концепции нацизма классического, вне концепции фашизма. Что такое концепция? Я не беру там идеологические обоснования, я думаю, они для всех понятны, потому что Россия сегодня демонстрирует это внутри своей пропаганды в полном объёме. Но для нацистской концепции всегда важно иметь врагов, всегда важно убивать этих врагов, всегда важно воевать. Это то, что многие в Европе не до конца, наверное, всё ещё осознают. Российская Федерация в таком виде, она точно не будет государством 21 века, она точно не будет стараться жить добрососедски, потому что это не внутри неё. То есть она не сможет, например, уважительно относиться к Украине, к Литве, к любой стране. Она всегда будет стараться унизить. Ещё раз, потому что только это и есть содержанием того типа русского мира, который мы с вами знаем. И, конечно же, здесь президент Украины чётко расставляет акценты, которые я бы свёл к трём пунктам. Первое. Нужно, в конце концов, осознать, что нацизм возродился. Нужно, в конце концов, осознать, что нацизм не уходит добровольно. Его только побеждают и уничтожают, а потом судебные процессы, а потом репарации, покаяния и так далее. И, наконец, третье. Российская Федерация не вернётся в законопослушное состояние, пока не проиграет эту войну. А проиграть можно, только выиграв силы. Ну, вернее, они проиграют, если коалиция, проукраинская коалиция, выиграет эту войну только через поле боя. Других вариантов нет. Всё остальное — это фикция, которая будет постоянно приводить к дополнительным проблемам, эскалациям, конфликтам, нарастанию этих конфликтов. Ну, то есть, сегодня высокая стоимость войны, чрезвычайно высокая. Много людей погибло, отдало свои жизни за то, чтобы мир имел будущее. И чем дольше Россия будет оставаться в таком виде, вот в таком абсолютно конкретном нацистском виде, тем большую цену человечество, Европа, прежде всего, заплатит по итогу. Я уточню, есть просто такая расхожая точка зрения социологов, скажем так, из России, да, в том числе, ну, может быть, не только из России, ну, скажем, деление общества на такие три группы, да, там, 15-20% таких ультра-зет-патриотов, 10-15-20% тех, кто против войны, и остальное, что посередине, такое амебное большинство, я бы уже так назвал это. Вы не согласны с этим делением? Да, нет, амебное большинство это всегда те, кто одобряет репрессии, агрессии, считает, что их это так или иначе пройдет мимо них. И, как вы говорите, амебное большинство как раз и создают ту питательную среду, гомогенную среду, в которой, собственно, культивируются либо нацистские идеи, то, что мы видим в России, то, что мы видели в середине 30-40-х годов прошлого века в Европе. И как раз это и есть одобрение, это и есть несопротивление злу. Вот эти 10-15%, мы это уже неоднократно говорили, да, в России есть 10-15% хороших, классных людей, которые, несмотря на то, что происходит в стране, продолжают борьбу, платят тоже высокую цену, идут на 10-летние или даже 20-летние отсидки, пытаясь четко показать, что в России не все гнилые. Да, мы это понимаем, мы видим выступления этих людей, мы видим их борьбу, но, тем не менее, основная масса россиян сейчас торжествует. Почему? Потому что они живут в крайне неухоженном государстве, государстве, которое их ненавидит и которое их всегда сжигает. А сейчас они видят, что это государство вышло на внешний рынок и уничтожает других людей, абсолютно беспричинно уничтожает. Вот Украину атакуют и Россию абсолютно беспричинно. И, соответственно, им это нравится. Они получают удовольствие от того, что не только они, я прошу прощения за это слово, в дерьме, но что и другие люди сейчас истекают крови. И это и есть сущность реального русского мира. Только уничтожение, только насилие. Есть отличные книги, кстати, рекомендую не только Виктора Некрасова, но и целый ряд других исследований о том, как Россия себя вела, ну, Советский Союз свёл в себя на оккупированных, ну, не оккупированных, а на территории Германии, Восточной Европы. Насилие, убийства, опять насилие, миллионы женщин страдали и так далее. Это и есть вот периодически, исторически, это прорывается, и Россия реализовывает свою мечту, мечту о насилии. Вот сейчас, к сожалению, точно такой же исторический период. И это нужно остановить. И это нужно осознать. Здесь нету политики, геополитики, глобальных каких-то торговых отношений. Я имею в виду не в прямом смысле торговых, а политика торговых отношений. Нету никакой реальной политики. Это тот момент исторический, когда одна из глубинных наций, как они себя называют, да, таких, реализует свою ненависть. И здесь нету ничего рационального. И здесь нету возможности договориться. Здесь нету возможности за столом переговоров подписать что-то, что будет сдерживать Россию. Нет. Обычно, когда ты выпускаешь демонов, эти демоны должны быть уничтожены. И, соответственно, я так называю, клуб Рамштайн должен окончательно осознать, что толерирование демонов России приведет к существенным, еще большим проблемам у демократического мира. Ну, кстати, сама Россия там своими действиями, да, показывает прекрасно, доказывает то, что действительно нацизм там возродился с маркировкой «Сделано в России». Ну, стоит отметить, что у них сегодня там свое, победобесие, как обычно, 9 мая. Накануне они сняли клип, знаете, я смотрел сегодня утром на песню «Хотят ли русские войны?» Там выступают различные зет-артисты и прочие люди. Да-да-да. На фоне руин Донбасса, Михаил, знаете, вот клип сделан как бы в такой стилистике, когда ты его смотришь с такой подачей, и такие там лица просто, ты на него смотришь, и вот этот мелодично задаваемый постоянно вопрос, «Хотят ли русские войны?» У меня, конечно, один ответ напрашивается. Конечно, хотят, вожделеют и мечтают о этой самой войне. Ну, еще можем вспомнить Путина, который сегодня во время парада выступал и вспомнил про Киев и Харьков, которые бомбили, только он вспомнил в историческом контексте, тогда, во время Второй мировой войны. Ну, господи, а что сегодня происходит? Ну, то есть, это подтверждение того, что сегодня он сам этот Киев и Харьков и бомбит. Путин феноменален в чем? В том, что он одновременно продает публичную шизофрению и это покупают. В полном смысле этого слова. То есть, он одновременно уничтожает Харьков ежедневно авиационными управляемыми бомбами С-300, баллистика, максимально жестоко атакует гражданское население там и в то же время рассказы, смотрите, нацисты это делали в 41-42-м. Это феноменально и это требует, безусловно, соответствующих исследований. Для меня важно другое. По-моему, с Путиным все понятно, он предсказуем. Все его заявления абсолютно предсказуемы, все, что он говорит, и ядерные угрозы, и то, что Запад атакует Россию. Они, помните, периодически даже иногда говорили, Лавров тоже, это была нелепейшая сцена, но Лавров вообще выглядит всегда нелепо, и речи его очень нелепые. Помните, он сказал, что это Украина напала на Россию, на каком-то там хурале, на очередном и так далее, вот они, в принципе, предсказуемы во всей этой абсолютной глупости. Для меня загадочно другое. Для меня загадочно, что глобальные медиа берут и снимают это, показывают, транслируют, показывают, что такое современный путинизм, что такое современный фашизм и так далее, но при этом как-то не дают оценки правильно этому. Я понимаю мотивы, почему они снимают. Всегда интересно, вы же знаете, да, все максимально там страшные сериалы, где детективы проводят какое-то расследование, где показывают внутренний мир маньяка. Это как бы сквозь замочную скважину ты за этим подсматриваешь, и это очень нравится современному обществу. Современное общество очень фрустрировано, оно напугано, и ему нравится смотреть за маньяком, но через стекло, за стеклом, которое находится. Вот у меня такое ощущение, что западный обыватель смотрит на Россию сейчас, как на маньяка за стекло. Они не понимают, что этот маньяк не за стекло. Он в любой момент может атаковать других, может резко увеличить объём эскалации. Это единственный, кто может увеличивать эскалацию. Не война, не поставки техники в Украину, а именно эти люди, которые, вы абсолютно правы, с видоизменёнными лицами, поют песню, хотят ли русские войны. Они прямо угрожают, они говорят, да, мы хотим, потому что это единственный способ нашего существования. Это единственный способ нашего выживания. Единственный способ, когда все будут разорены. Мы варвары, мы будем воевать. Вы нас не остановите, никак. Вот они сбросили маски. Вот давайте объективно, периодически же Россия сбрасывает маски. Мне кажется, берёшь и видишь всё это в течение очень короткого исторического промежутка времени, там 100, 150, 200 лет, всегда одно и то же. Некоторая маскировка, некоторый лоск, такой европейскости лоск, демократичности лоск, а потом они это сбрасывают, и оказывается, что они как были максимально необразованными, гнилыми, ненавидящими окружающий мир, и вот они это реализуют. Остановите, проиграет Россия, опять на там 10, 20, 30 лет будет пауза. Но они неизменно придут к тому же, к чему всегда приходят. Вот мы с вами, кстати, периодически упоминаем оппозицию российскую. А вы понимаете, вот ключевая повестка дня этой оппозиции сейчас? Не война в Украине, не агрессия России, а опять коррупция, Путин там строит новый дворец, для них не изменилось ничего, потому что внутренние они такие же, к сожалению. Нет, есть качественная оппозиция, на мой взгляд, которая понимает главные вызовы времени, тот же Каспаров, очень Горя Кимович всегда правильные оценки даёт, эмоционально правильно, фактически правильно, тот же господин Ходорковский даёт правильные оценки, жёсткие оценки. Но посмотрите остальную оппозицию, которую сейчас делают такой, ну, типа, ключевой российской оппозиции. Они о чём говорят? Они говорят о 90-х, о том, прав был Ельцин или не прав. Они говорят о дворце Путина. это не имеет никакого значения, потому что сейчас имеет значение ответственность России за вот это внешнюю репрезентацию фашизма, реанимацию фашизма. Вот об этом нужно говорить. И что нужно сделать, чтобы этот фашизм поднёс ответственность? Но мы пока не слышим с вами этих разговоров и вряд ли услышим. Ну, я всё-таки не теряю надежды, что рано или поздно услышим. Знаете, о чём ещё с вами поговорим? Мы с вами как-то два или три выпуска назад не успели обсудить и как-то с тех пор забыли историю с вице-министром бывшим обороны Тимуром Ивановым. Я бы хотел сейчас к этой теме вернуться, которая находится под арестом, потому что, как мне кажется, есть три таких информационных повода, почему стоило бы к этому вернуться. Ну, во-первых, вчера суд отклонил жалобу защиты Иванова на меру пресечения. Там ещё адвокат с четырьмя мешками награда пришёл в суд, но это не помогло. Во-вторых, правительство России сложило полномочия в связи с так называемой инаугурацией, которая 7 мая проходила. Ну, и вчера зачем-то бросили в СМИ, в телеграм-каналы фотографию Суровикина, которая якобы из ссылки африканской возвращается в Москву. И все сразу же заговорили, а не шатается ли кресло под Шойгу и Герасимовым? Как вам кажется? Прочны ли их позиции? Не Шойгу... Ну, смотрите, арест Иванова, безусловно, приведёт к перераспределению денег, которые тратятся в сфере, в милитарной сфере, в обороне, и там другие люди будут доминировать. Иванов это был кошелёк Цаликов и Иванов, два замминистра Шойгу, были кошельками соответствующими, которые определяли доходность определённой группы. Не Шойгу только, там немножко более широкая группа. Мы с вами знаем, что есть более фундаментальные кураторы основных направлений, такие как Чемизов, Тимченко, Ротенберг, Ковальчук, и тот же Патрушев отдельно и так далее. Это борьба между ними. На мой взгляд, позиции Шойгу резко ослабели, но я думаю, что он всё-таки останется в игре. Несомненно, деньги уйдут из этого клана в какой-то части, уйдут и перейдут к тому же Хуснулину, который будет больше заниматься оборонными программами. И, соответственно, это обычное, банальное, скажем так, не перераспределение влияния реального, потому что эти люди, ну ни Шойгу, ни, понятно, Иванов, они не обладали там существенным влиянием. Это перераспределение доходности криминальной. То есть это как в мафии, да, то есть при распределении доходности будут другие люди получать большую доходность, другой клан будет доминировать и иметь отношение к вот этим милитарным компонентам в большей степени. Ну, то есть к доходности от милитарных компонентов не более, но и не менее. Какие-то существенные изменения, на мой взгляд, я, честно говоря, не вижу, какие необходимые изменения, ну могли бы быть изменения внесены в тот же состав нелегитимного succeeding, потому что если президент нелегитимный, а в России нету президента, то, понятно, и правительство нелегитимное. Я просто не вижу, какие они задачи будут решать. У них же все задачи заточены на исключительно на милитарную составляющую и исключительно на военную составляющую. Там другого ничего нету. То есть там нету стратегии развития, нету фонда благосостояния уже, нету никаких там длинных стратегий экономических и так далее. Выживаемость, продажа с демпингом части сырья, закупка в обход санкций с компонентов для того же ракетостроения, скажем так, коррумпирование целого ряда чиновников или регуляторных чиновников, в том числе в европейских странах, ну или там бизнеса, коррумпирование европейства, который продолжает насыщать российскую экономику налогами, работая на этом рынке. И перераспределение денег, то есть все деньги социальных программ уходят, военные программы и соответственно здесь очень много и обильно можно заработать. Но это все имеет отношение к такому внутреннему мафиозному перераспределению денежных потоков, но не влияния как такового. Шойгу никогда и не был влиятельным. Это абсолютно такой персонаж, очень дивный персонаж, глуповатый на мой взгляд, явно глуповатый. И соответственно, я думаю, вот эта конфигурация сохранится. А нам, Михаил, это идет на пользу? Помогает нам атаковать победу? Вот эти вот перераспределения потоков, какие-то терки между кланами внутри России? Нет, к сожалению, это абсолютно не влияет, потому что денег достаточно много, в том числе, которые можно тратить на воспроизводство оружия, или мобилизационные мероприятия, или рекрутинговые мероприятия. Это абсолютно не работает по отношению, скажем так, к войне. Ну то есть как бы к финализации войны это не ведет. Что ведет к финализации войны? Первое. Отказ европейских элит от инфантилизма. Ну то есть ты не можешь одновременно помогать Украине, одновременно разрешать своим компаниям работать на российском рынке. Ты не можешь одновременно предлагать вести иностранные контингенты на территорию Украины, и в то же время присутствовать, твои представители присутствуют. Это как-то странно выглядит, это двойственность, которая поощряет Путина продолжать войну, потому что он понимает, что в любом случае можно дожать Европу. То есть вот это необходимо Европе все-таки переосмыслить. Второе. Только военный путь, только поле боя, к сожалению. То есть как бы Россия признает только силу, это очевидно уже. То есть Россия должна потерпеть те или иные тактические поражения, которые приведут к обвальному бегству части военнослужащих обратно на территорию России. И тогда начнутся хаотические процессы, хаотизированные процессы в самой России. Это второе. И третье, безусловно, это изоляция. То есть даже через, скажем так, я понимаю, через щель можно подсматривать за образом жизни маньяков, но мне кажется, что вот это все продолжать делать вид, что Россия имеет право находиться там в Совете Безопасности, в МАГАТЭ, но это очень странно. Это все элементы, которые поощряют Россию продолжать настаивать на своем праве безнаказанно убивать большое количество людей в других странах. Вы сказали про такую вот нелогичность, да, когда ты с одной стороны заявляешь о возможности введения сухопутных войск, а с другой посылаешь своего посла на так называемую инаугурацию нелегитимного Путина. И вот я вспомнил тут условия Макрона, да, не условия, точнее, а критерии, при которых, когда вот он размышлял как-то на прошлой неделе, при которых войска могли быть введены. Это, соответственно, прорыв фронта он называл, а также, ну, если поступит соответствующий запрос от Украины. А знаете, у меня вопрос, а почему, кстати, Украина не обратится с этим запросом? Даже вот сейчас в нынешних условиях вот обратились, сказали бы, что угроза прорыва фронта большая, нам это требуется, господин Макрон. Украина ведет себя максимально корректно. Мы понимаем сложности внутренних политических процессов, электоральных процессов. Мы понимаем, что есть дискуссии, которые хорошо, что начались. Мне очень симпатична позиция Макрона с точки зрения ввода войск, ну, то есть готовности это обсуждать. Это хороший уровень дискуссии. Но я понимаю, насколько логистически это сложно, политически это сложно. Эта дискуссия только в начале, да, то есть все дискуссии в начале, они требуют какое-то время, чтобы осознание важности этой дискуссии дошло. Не то, что результатов дискуссии, а важности. Для Украины сейчас важно получение трех вещей, очень важно. Это оружие со складов, это Соединенные Штаты, амуниции, снаряд, дальнобойные ракеты и так далее. Украине крайне важно резкое наращивание военных производств в странах Европы, потому что это более долгая, стратегически правильная позиция. То есть когда у вас уже производство нарушено, и вы не зависите от внешних поставок, то тогда, соответственно, континент более защищенный, и это очевидно. И третья составляющая, это, еще раз подчеркиваю, совместные инвестиции, военное производство, военные тренировки, собственно, Украины. То есть больше тренировок, больше подготовки, больше работы с психологией, и больше совместных инвестиций во все это. Вот три компоненты, которые для Украины крайне важны. И, безусловно, важны дискуссии, но все-таки хотелось бы, чтобы эти дискуссии были, ну, действительно, скажем так, более компетентно объемными. Вот смотрите, когда мы говорим «замороженные активы», хотелось бы, чтобы все-таки там звучало более разумные трактовки. Что значит «нельзя забирать российские деньги на контр-войну, которые заморожены», да, потому что это приведет к оттоку из европейских банков денег других вкладчиков, которые будут видеть, что международное право не защищает, не делает их неприкосновенными. Россия вышла из-под действия международного права. Как тогда относиться к тому, что Россия захватывает собственность Украины постоянно? Разрушает ее или захватывает, как это было в Крыму? То есть международное право в отношении России не работает. И, соответственно, наоборот, любые инвесторы, которые держат свои деньги, ну там или вкладчики, которые держат деньги в европейских, ну то есть давайте так шире, в цивилизованных банках будут понимать, если ты внутри международного права придерживаешься международного права, у тебя гарантии неприкосновенности железобетонные. Если ты это нарушаешь, то тогда нет никаких гарантий. Это, наоборот, будет стимулировать другое понимание того, что такое глобальная банковская система. Вот мне кажется, что когда люди начнут это четко понимать, говорить, артикулировать, тогда это будет иметь такое важное влияние, в том числе на Российскую Федерацию. Потому что пока они видят, смотрите, что видит Россия. Россия видит следующие параметры. Да, есть хорошее заявление, да, есть хорошая дискуссия, но в то же время здесь пришли послы на коронацию. Здесь, а давайте российских спортсменов все-таки приглашать, это же нормально, нейтральный флаг. Это же сразу отменяет то, что он является родственником убийцы, или что сам участвовал в промоции войны. Это же отменяет, правильно? Если у него нейтральный флаг, это сразу говорит о том, что он никак не причастен к тому, что делает его страна. Давайте давать возможность России еженедельно требовать внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, чтобы заявить о том, смотрите, мы убиваем Украину, но Украина же на нас напала, и, соответственно, страны нейтральные, они слушают, да, действительно, мы не понимаем, что там происходит. И Россия все это видит. Россия видит, что одновременно компании европейские, правительство европейское финансирует Украину, а европейская компания приходит и говорит, мы готовы с вами подписать какой-то дополнительный договор, мы хотим зарабатывать больше на вашем потребительском рынке. И что Россия должна понимать? Россия должна понимать, что она может не проиграть войну. Михаил, это у вас сирена? Да, это здесь. Ну, конечно, такие сирены, да. Да, просто беспокойтесь, как бы, нашему разговору это не мешает никак, мы продолжаем. Окей. Хорошо, хотелось бы в таком случае еще спросить у вас про грядущую конференцию в Швейцарии, саммит мира так называемый. У меня здесь такой уточняющий, наверное, вопрос будет больше по комментарию Кулеба на прошлой неделе, который сказал о том, что, ну, во-первых, он сказал, что Украина может начать переговоры с Россией после конференции в Швейцарии, и там речь шла о том, когда будет сформирована вот эта вот коалиция, да, по формуле мира Украины. Так все-таки о чем идет речь? Вроде как бы страны, которые поддерживают украинскую формулу мира, ну, большинство европейских стран поддерживают, США, наверное, тоже поддерживают, да. Как бы эта коалиция, казалось бы, уже есть. Речь идет о расширении этой коалиции или об оформлении в такой юридический статус некий? И о первое, и второе. Во-первых, нужно расширять коалицию однозначно, потому что есть большое количество стран, которые занимают нейтральную позицию, ну, то есть они как бы неглубоко углубились в понимание природы этой войны, и, соответственно, Россия на этом играет. Нужно попытаться все-таки, чтобы и эти страны нейтральны, не то чтобы они заняли там обязательно проукраинскую позицию, я понимаю, есть национальные интересы и так далее, но чтобы они понимали природу войны, и почему эта война вредоносна для них в том числе. Почему? Потому что она разрушает международное право, международные правила и так далее. Вот это нужно, чтобы они понимали. И если эта война неправильно финализирована, то, соответственно, правил не существует. Тогда все под рисками находятся. И да, это нужно и юридически оформлять, и оформлять вот именно с точки зрения количественных показателей. То есть больше стран должно понимать, про что эта война, почему она так долго идет и так далее. Что касается переговорного процесса, как такового, ну, безусловно, Украина всегда говорила о том, что мы ведь не являемся инициаторами войны, и у нас есть определенные условия, при которых, конечно же, война может быть справедливо финализирована. Одно из них — это главное условие, это Россия должна покинуть нашу территорию. И, соответственно, ну, давайте тут рассуждать здраво. Российская Федерация не хочет никаких переговоров, вы же прекрасно понимаете. Российская Федерация под словом «переговоры» имеет в виду не проигрыш войне. То есть, по сути, капитуляцию Украины. То есть вы, значит, должны заморозить войну, вы, значит, должны нам оставить оккупированные территории, вы, значит, должны быть униженными, вы, значит, не должны требовать компенсации никаких, ну, и уж точно, вы должны не требовать наказания за то, что мы на вашей территории творили. Вот то, что хочет Российская Федерация. Для того, чтобы с ней работать, объясняя, я так деликатно сейчас ирония скажу, нереалистичность всего этого, нужно три фактора. Первое — это военное поражение, о чем мы с вами чуть выше говорили по линии фронта. Для этого нужны определенные объемы военных инвестиций, определенные объемы военной техники. Это точно фактор отрезвления для России. Почему они сегодня ведут себя на внешнем рынке намного более нагло? Потому что инициатива сегодня, к сожалению, у них, они накопили достаточный ресурс. У нас в это время накапливался дефицит из-за несвоевременности поставок. И, кстати, из-за несогласованного объема поставок. Потому что тот же господин Столтенберг сказал, что мы тут обещали много, а поставили гораздо меньше. Вторая часть, которая должна быть, это изоляция России. Это не абстракция какая-то. Что такое изоляция? Это Россия должна понимать, что все страны, даже имея какие-то заинтересованности, тем не менее дистанцируются от России. Это очень важно. Ну и, конечно же, на международных площадках Россия должна быть изолирована, то есть членство ее должно быть приостановлено. Но вот она использует ядерные угрозы. Но зачем об этом говорить? Надо как-то сделать, чтобы Россия не прибегала к ядерной риторике. В смысле как-то сделать? Остановите Росатом. Выведите ее из членов МАГАТЭ. Ну, приостановите членство в МАГАТЭ. Введите санкции против атомной промышленности. Но зачем разговоры, когда Россия, в принципе, понимает, что это разговоры? И, наконец, третье, о том, о чем мы так подробно уже говорили. Это все-таки экономика. Но пока страна имеет возможность спокойно торговать на глобальном рынке, получать доходность, которую можно направлять на закупку вооружений, на военное производство, на рекрутинг и так далее, но она имеет экономику войны под контролем. И, соответственно, она будет продолжать экспансию. Вернусь к тому, опять же, о чем мы говорили чуть выше, потому что для нее экспансия — это единственный сейчас способ существования. Она не остановится. Да, она может затихать, она может переходить в другие форматы — информационные экспансии, пропагандистские экспансии, киберэкспансии и так далее, горячие войны, спецоперации, террористические операции и так далее. Но Россия не остановится. И вот три фактора, которые должны быть. А саммит мира как раз-таки и должен отработать вот это направление под названием «изоляция России». То есть нужны ее контакты, коммуникации со странами, например, того же глобального юга, как-то постепенно ревизировать, уменьшать и привлекать на свою сторону, объясняя, опять же, еще раз объясняя всем, что войны такого типа, исторические войны, они предполагают четкое завершение. То есть, грубо говоря, нельзя заморозить конфликт и ожидать, что мир будет стабилен. Ну, посмотрите, что Иран в последние дни заявляет на разных уровнях. Он говорит, смотрите, а мы бы так посмотрели. Мы считаем, что есть экзистенциальные угрозы существования. Они же так любят это слово, все же выучили его сейчас, да? Экзистенциальные угрозы существованию Иранской Исламской Республики. Поэтому мы, наверное, отменим действие указа, условно указа Аяталы, Хаминеи, и придем к разработке ядерного оружия официально. Ну, то есть, смотрите, постепенно все уменьшается, количество факторов, которые гарантировали миру определенную стабильность. Ну, то есть, предсказуемость, прогнозируемость, в конце концов. Вот Россия и хочет все это сделать. И, соответственно, нужно объяснить странам нейтрального пояса, смотрите, да, все нормально, мы понимаем, что там можно, я прошу прощения, обнимушечки где-то делать, да, ну, или где-то зарабатывать, но есть вещи, которые суицидальны. Вот сегодня не осознать, что это за война, которая ведет Россия, что это за вообще режим политический российский. То есть, соответственно, это суицидальные наклонности какие-то, потому что рано или поздно это приведет к фатальным последствиям не только для Украины, но и для гораздо большего количества стран. Вот это нужно, соответственно, разговаривать, об этом объяснять, в том числе на саммите мира. Отсутствующий в Москве на параде и одновременно находящийся в европейском турне Си Цзиньпин это такой пример дистанцирования Пекина от Москвы? Это более глобальная игра. Пекин, на мой взгляд, на сегодняшний день не сопоставим по влиянию, по размеру, политического влияния, безусловно. Мы про экономику не говорим, там всегда было несоразмерно с Российской Федерацией, с Россией, поэтому, конечно же, это разноуровневые уже страны. Что делает Пекин, на мой взгляд? Я бы коротко сказал, почему Визит, очень коротко обозначил. Он формирует свои переговорные площадки, понимая, что ему нужно будет играть более такую активную политическую глобальную роль. Это тот самый биполярный или многополярный мир. Ему нужно, я имею в виду Пекину или Си Цзиньпиню, нужно наработать определенные связи в Европе и сформировать параллельные треки. Да, есть Соединенные Штаты, есть европейские страны. И работать, если раньше Китай частично работал с Европой через Россию, ну то есть совместные программы, совместные дипломатические программы, то сейчас Китай понимает, что России как субъекта нету. Россия — это токсичный персонаж, малополезный, я так деликатно скажу, а скорее вредный для того, чтобы проводить эту работу. И поэтому Си Цзиньпинь делает эту работу сам, формируя вот такое прямое взаимоотношение, прямой мостик Европы — Китай и так далее. Ну и третья составляющая — это информационная. Безусловно, Китай показывает, что он готов к переосмыслению своей роли и будет активно эту роль продвигать. И эта роль требует совершенно других дискуссий, в том числе на уровне Франции, Китая, Германии, Китай, Евросоюз, Китай. Ну я не беру такие страны, как, например, Сербия и Венгрия, потому что Китай понимает, что Россия будет терять влияние. И эти страны вчера были ориентированы на Россию, сейчас они будут ориентированы в большей степени, на мой взгляд, на Китай, считая Китай гораздо более перспективным. То есть Китай работает исключительно правильно, стратегически и так далее. Есть второй аспект, очень важный. Мы о нём не говорим часто, но он важнее, когда мы говорим о Китае. Вот смотрите, опять же возвращаюсь, что видит Китай? Я думаю, что они бы заняли бы гораздо более жёсткую позицию в отношении России в том числе, потому что абсолютно, ещё раз, для России хаос является средой обитания, для Китая прогнозируемое будущее является средой обитания. То есть стратегирует Китай на 10, 20, 50 лет, а Россия стратегирует на вчерашний день. Ну, совершенно несопоставимые философии, да, и государственные, и жизненные, и так далее. Так вот, что мы говорим о Китае? Китай бы занял более определённую, жёсткую, на мой взгляд, позицию по отношению к России, по отношению к войне, если бы он не видел вот этой дихотомичности, ну, двойственности в отношении клуба Рамштайн, по отношению к войне. Это то, что мы чуть-чуть выше разобрали. Но что видит Китай? Смотрите, красивые слова, и в то же время европейские компании на рынке Российской Федерации. Оружие, которое продаёт, ну, вернее, передают Украине или продают Украине, и в то же время активное использование компонентов для ракетостроения в России. Компонентов каких? Не китайских, европейских, американских. Дальше. Китай видит толерирование России, которая там активно работает на международных тех же площадках. Китай видит, что лично приглашают российских спортсменов на Олимпиаду в Париж. Китай видит, что чуть ли не приглашают Россию на, скажем так, день высадки союзных войск в Нормандии. Ну, как это воспринимают? И Китай понимает, что это глобальная игра, глобальная политика, и здесь нужно ориентироваться только на свои потребности и интересы. И поэтому такое отношение ко всему Китаю. То есть я бы здесь немножко по-другому причины следствия, позиции Китая рассматривала. И нужно с ними разговаривать, безусловно. Нужно объяснять, что многополярный, биполярный мир, любой мир, это мир, в котором есть правила. Китай заинтересан от этих правил, глобальных правил. Не только международное право, которое юридически прописывает отношения между государствами, но и правил, понятийных правил, джентльменских соглашений. Россия заинтересована в том, чтобы всего этого не было. Был хаос. Где-то пришел, кого-то уничтожил, кого-то изнасиловал, убежал и так далее. Для России это естественная среда, для Китая нет. Ну и последнее, уже в качестве, может быть, минутки юмора, Михаил, в минувшую субботу стало известно, что МВД российский, да, объявил розыск Зеленского, Порошенко, там Павлюк еще упоминался, командующий с хапутными войсками ВСУ. И там, знаете, вот в этой новости шла такая строчка. О местонахождении Зеленского и Порошенко силовики предлагают сообщать на номер Донецкого городского управления МВД по ДНР. Вот я сразу представил ситуацию. Какой-то городской сумасшедший включил первый канал, а там вот так вот ненароком упомянули, что Зеленский там находится в Вашингтоне, да, там с Байденом встречается. Вот он звонит туда в Донецк, сообщает эту информацию. И тут команда такая, опера по машинам поехали на Вашингтон. Знаете, на такой вот вишневой девятке с дувом танка, как нодовцы ездят на Вашингтон. Зачем это нужно было вообще? Объявление в розыск. Россия, Россия это одновременно страна монстра и страна анекдот. Ну, смотрите, глупейшие люди придумывают вот эти… Они остались в парадигме до времени, до военном времени, да. То есть они продолжают думать, что кто-то всерьёз воспринимает вот эти… Их там СК заявил, в Крокус-Сити теракт совершили. Вот есть все данные, кто совершил, кто профинансировал Украину. Вот точно так же и здесь. Мы, это должно так напугать, наверное, людей, мы объявили в розыск, всё, конец всему. Ну, вы войну ведёте с Украиной. И всё, что касается управления, несуществующих управлений в несуществующих квази-образовании под названием ДНР, закончится война, тогда посмотрим, кто кому куда звонил и зачем. И так далее. Я под эти анекдоты мало обращал внимания. Всё, что Россия генерирует с информационной точки зрения, к сожалению, на некоторые страны это продолжает оказывать влияние, потому что там до сих пор существуют медийные сети, социальные сети, которые модерируются российскими кураторами. Я имею в виду информационными кураторами. И, соответственно, это не влияет ни на что, просто сам масштаб большой. И поэтому кажется, что это существует в информационном пространстве. Россия будет продолжать эти генерировать такие фейковые информационные поводы. Они будут вызывать у нас с вами, как вы сказали, минутку смеха, но не более того. Никаких юридических последствий, никакой юрисдикции у России нету объявлять кого-то куда-то в розыск и так далее. Кроме своих воров или своих убийц. Но они этого не делают, потому что вы же помните, что сказал субъект Путин? У него сейчас новая элита. Чем больше ты насилуешь, убиваешь, тем больше шанс, что ты будешь расти по карьерной лестнице. Спасибо большое, Михаил. Вроде к концу нашего разговора сирены перестал звучать. Я надеюсь, что все благополучно. Увидимся через неделю. Да, все. Пока-пока. Спасибо. На этом наш выпуск подошел к концу. Его для вас провел я, Дмитрий Семенов. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. С новостями. В начале часа знакомила моя коллега Анжела Бубеляк. Мы ждем вас завтра в это же время. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...